Привет, я Ира или Гид в шляпе. Сегодня я в шляпе реквизированной у перца. Нахожусь в прекрасном Сестрорецком курорте. Солнечный денек, местами пасмурный. И тема сегодняшнего видео Петербург по наехавших. Петербург город, который строился, как известно, с нуля, по четкому плану. И здесь во все времена было множество по наехавших, переехавших из самых разных уголков Европы и мира. В город стали приезжать, естественно, с момента его основания. Ну, во-первых, требовалось строить новую столицу Российской империи. Во-вторых, очень много было переселенцев из Центральной и Западной Европы. Причина их переселений была в разном. В основном это были процессы, происходящие в Европе. Войны, революции, голод, неурожаи, действия инквизиции в отдельных странах. Ну и, наконец, просто люди приезжали сюда в большом количестве на заработки. Считается, что даже весь род Романовых можно отнести к понаехавшим-переехавшим. По фамилии их относят к литовцам или пруссам, то есть к немцам. Сохранилась легенда, что в XIII веке на Русь приезжает прусский князь Дивонович Гланда Камбила. Он крестился и взял для себя фамилию, ну, точнее, адаптировал свою фамилию, более привычную для русского слуха, кобыла. А через 200 лет в летописях появляется некий боярин Андрей, сын которого Федор берет себе прозвище Кошка. И вот дальнейший их род становится Кошкиными. Прошло еще некоторое время, и потомок кобылы и Кошкиных берет себе фамилию Романов. Все очень просто. По имени своего отца Романа он взял себе эту фамилию. И вот этот первый из династии Никита Романович приходится дедам, первому царю из династии, Михаилу Федоровичу. А в свою очередь Михаил Федорович приходится дедам Петру Великому. Очередная волна миграции в Санкт-Петербург, да и вообще в Россию, случилась именно в 18 веке. Приезжали все, и дворяне, и купцы, и ремесленники, и простые крестьяне. Очень много переселенцев, кстати, было именно из Пруссии. Считается, что такой род с абсолютно русской фамилией Орловы тоже родом оттуда. Или вот, скажем, известный Карл Булла, тоже Прусс, и, пожалуй, первый, и один из первых, самый известный фотограф столицы Российской империи конца 19-го, начала 20-го века. А в 18 веке еще один переселенец из Пруссии, Чарльз Берд, приезжает сюда и основывает на фонтанке механический и литейный завод. Позже в него входят галерная верфь и новое адмиралтейство. На заводе Берда отливалось очень много всего. Конструкции для цепных и висячих мостов, элементы для пьедестала Александровской колонны, вспомогательные материалы для строительства Исаакиевского собора и много чего еще. А при Петре Первом в Санкт-Петербург переселились предки знаменитого Карла Фаберже. Они были гугенотами и переселились из Франции именно из-за религиозных гонений. А сам Карл Фаберже, как известно, прославил Россию далеко за ее пределами, благодаря своему ювелирному искусству. Ну и я не могу не упомянуть известнейших зодчих. Их в разные времена было настолько много из понаехавших. И они внесли такой огромный вклад в строительство нашего города, что это вообще трудно с чем-либо сравнить. Особенно много было переселенцев зодчих из Италии. Когда Санкт-Петербург праздновал свое 300-летие, Милан и вся Итальянская республика подарила нашему городу 4 бюста известных итальянских архитектора. Это Антонио Ринальди, Франческо Бартоломео Растрелли, Джакомо Кваренги и Карло Росси. Если будете гулять в центре, загляните на Манежную площадь. Там стоят эти бюсты известных зодчих. Еще один итальянский переселенец Пьетро Гонзага, основатель ландшафтной архитектуры. Он, например, создавал в Павловском парке розовый павильон. Также он нарисовал на стенах Павловского дворца колоннады со статуями, свои знаменитые фрески. Оптическая иллюзия, создающая эффект объема. И настолько они были эффектны и правдоподобны, что даже сохранилась легенда о собачке, которая бежала и, думая, что там дальше дорожка, ударилась о стену и разбила в кровь нос. А это всего лишь была фреска Гонзага. Еще один понаехавший из, на этот раз, Шотландии, Чарльз Камерон. Основатель, как считается, стиля русский классицизм. Он создавал ансамбли парков Царского села и Павловска. Помимо итальянских переселенцев, естественно, было во все времена очень много французских. Например, Жан-Батист Леблон приехал в Петербург и прожил здесь всего лишь три года и умер. Но успел создать план Васильевского острова. Вот этот ритм улиц и современного Васильевского, которые изначально должны были быть каналами, это его рук дело. Другие известнейшие понаехавшие братья Брюлловы. Младший брат Александр архитектор, создавший Михайловский театр, а также здание штаба гвардейского корпуса, что на Дворцовой площади. Но его старший брат Карл вообще в представлениях не нуждается. Мы все знаем его известнейшую картину «Последний день Помпеи». Братьев, кстати, отправляли за счет императора, за счет государства на учебу в Италию. А вот «В» в их фамилии, изначально фамилия это была Брюлло, и они происходили тоже из семьи французских гугенотов. Так вот, эту букву «В» дописал фамилией сам Александр I, чтобы она звучала более по-русски. Очередной французский понаехавший – Гюстман Ферран. Приехал он в Петербург, выиграв конкурс на постройку Исаакиевского собора. Как известно, собор строили очень долго, 40 лет. За это время архитектор успел построить еще ряд зданий в городе. Но умер он спустя месяц после открытия Исаакиевского собора. Или другой французский понаехавший – Этьен Фальконе, создатель «Медного всадника». А «Медный всадник» сам, ну, пожалуй, самый известный памятник Петру I и один из символов нашего города. Описывая Петербург как город переселенцев и понаехавших, не могу не упомянуть основные диаспоры, которые здесь проживали. Первые по списку – англичане. Английские переселенцы появились в городе с момента его основания и селились они в основном в районе современной Галерной улицы и Английской набережной. Отсюда, собственно, ее современное название – Английское. Много среди англичан было купцов частных, а также британских компаний, которые занимались экспортом и импортом. Также среди британцев было очень много инженеров, гувернеров, каретников, жакеев. Англичане принесли в Петербург любовь к спорту. Благодаря им здесь появился велоспорт, гребля и теннис. Ну и, помимо прочего, футбол, конечно же. Первые футбольные матчи прошли в Петербурге между командами британских судов. А несколько позже они основали Петербургскую футбольную лигу и организовали поле для игры в мяч на территории Васильевского острова. Все благодаря британцам. Немцы. Ну, про них я уже немного сегодня упоминала. Целая огромная группа немецких переселенцев как в Санкт-Петербурге, так и в России в целом. В 18 веке, а в 19 тем более, больше 20% государственного аппарата, то есть госслужащих, были именно немцами или имели такое происхождение. Среди немцев было, кстати, очень много врачей и аптекарей. Ну, например, можно упомянуть Карла Рауфхуса, Романа Вердена, Дмитрия Отто, известнейший аптекарь Василий Пель, поставщик императорского двора. Также среди немцев были и ювелиры, и часовщики, пекари, кондитеры. Большинство немцев в Петербурге были лютеранами и строили отдельно для себя, естественно, здесь храмы. Самые знаменитые их храмы – это церковь святых Петра и Павла на Невском проспекте и святой Анны на Кирочной улице. При них же открывались и школы евангельские – Петри Шули и Анин Шули, соответственно. После революции большинство немцев уехало из России, но, а кто остался, те ассимилировались. Итальянская диаспора. Итальянцев в Петербурге достаточно было много, но сама диаспора, то есть общее их количество, было не настолько велико, как, например, немцев. Очень много было переселенцев из итальянской Швейцарии. И служили они в Петербурге в сфере, как правило, художественной, музыкальной, театральной, в общем, творческой. Например, итальянская цирковая семья Ченезелли основала на фонтанке первый стационарный каменный цирк, а семья Демини – первый марионеточный театр. Другие итальянцы торговали в городе в основном вином или строительными материалами, особенно разными сортами мрамора, например, карарским мрамором. А вот селились итальянцы, как правило, в дорогой части города, в Адмиралтейской или возле императорских театров. Во второй половине XVIII века в связи с разделом Речи Посполитой в городе появляется множество поляков. При Екатерине II поляки занимали важные государственные посты, кстати, в достаточно большом количестве, а также среди русской аристократии было очень популярным жениться на полячках. Очень известный случай – это брак Константина Павловича, брата Александра I и Жанетты Грудзинской. Ради спокойного семейного счастья, и не только ради него, Константин Павлович отрекся от престола, который, в общем-то, ему полагался по праву наследования, а потом восстание декабристов, ну и вот эта вот вся история. А так поляки работали в городе парикмахерами в основном, портными, а женщины – модистками. Позже, в XIX веке, они стали открывать свои гостиницы и рестораны. Очень много польских меблированных комнат стало появляться в измайловских ротах в районе современной технологии. Селились поляки в основном в Коломне, а также в районе Песков, в рождественской части города. Конечно же, поляки также строили для себя храмы в городе. Католических костёлов и часовен в начале XX века было около 30 в городе. Практически полностью в них молились именно поляки. Финны, а точнее ингерманланские финны. На Приневских землях этот народ жил издревле, то есть можно сказать, что еще до основания города, но и когда его основали, то финны составляли часть коренного населения практически. Финны в основном селились на Выборгской стороне, а также Петербургской, которая теперь Петроградская. В профессиональном смысле финны делились на часовщиков, ювелиров, различных ремесленников, столеров, портных, сапожников, а также трубочистов. В XIX веке 60% всех питерских трубочистов были именно финнами. А с развитием железной дороги и постройкой вокзалов финны работают в основном железнодорожниками в большом количестве. Также они занимались извозом, грузовым извозом, вывозом снега зимой и заготовкой льда в зимнее время для ледников, и также чтобы использовать этот лед в качестве питьевой воды. Евреи. Евреями на Руси называли тех, кто исповедует иудаизм, а также тех иудеев, которые приняли христианство, так называемые евреи-выкресты. При Екатерине II существовал закон о черте оседлости, и евреи не имели права селиться здесь в городе. Их в это время было здесь довольно немного, и они в основном приезжали в город по различным делам, в основном по торговым или по судебным в Сенате. После реформы Александра II закон о черте оседлости был отменен, и евреи смогли селиться в городе. Селились они в основном в Коломне, в районе Садовой улицы и Сенной площади. Они занимались ремеслами, в основном были портными, парикмахерами, сапожниками. Те евреи, кто был побогаче, служили банкирами или строительными подрядчиками. Конечно же, в городе строились и синагоги, и молельные дома для них, и, наконец, построили большую хоральную синагогу в очень красивом мавританском стиле. Шведское население города. При Петре I шведы в основном были в городе военнопленные, ну, либо те, кого Петр I лично приглашал на работу как высококвалифицированных специалистов. Центр их духовной и общественной жизни находился на Большой Рождественской улице, которая теперь у нас Малая Конюшенная, церковь Святой Екатерины. В основном шведы селились на Выборгской стороне, а также на Васильевском острове. Среди шведов было очень много инженеров, высококвалифицированных рабочих, а также работников верфей и различных заводов. Очень много шведов работало на предприятиях братьев Нобель, потому что братья Нобель были тоже выходцами из Швеции. На сегодня у меня все. Это была первая часть видео о понаехавших. Во второй части я представлю свой личный топ-10 самых известных, ну, по моему мнению, понаехавших в наш город. Мои контакты находятся в описании к этому видео, поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. С вами была Ира, гид в смешной шляпе. На этом у меня все. Всем пока!